Маленькая Маша Амелина, мужественная и почти без слез, стоит в толпе коллег и друзей своего отца, известного актера Александра Амелина-старшего. Добрые слова в честь папы – еще одно доказательство, что его помнят и любят. Лучше бы мы смотрели его прекрасные работы, лучше бы он был с нами на сцене, с нами в жизни, всегда шутливый, всегда обаятельный, всегда энергичный. И, конечно, нам его очень не хватает, и я могла бы так сказать, что светлая память ему, и мы его очень-очень любим. Легкая ироничная улыбка, увековеченная на лице актера работа скульптора Карена Саркисова. Ваять артистов ему приходится не в первый раз. Вера Иршова, Петр Монастырский – тоже его работы. На предложение Самарского драматического театра сделать мемориальную доску Александру Амелину сразу откликнулся. Личное бы общение не помешало всегда, к тому же он был такой молодой, никто не думал, что так все случится. А когда дошло дело до портрета, сначала было мало фотографий, потом оказалось, что там какие-то нету профилей, и вот мне присылали фотографии во время спектаклей сделанные, где-то он все время в мимике, и вот это было сложно. Актер, учитель, просто хороший человек. Директору театра Вячеслава Гвоздкова он был еще и близким другом. Они ездили на рыбалку, ходили в гости друг к другу. Все потому, что Амелин умел сохранять субординацию, говорит Вячеслав Гвоздков. Он никогда в жизни не нарушил дистанцию. Он никогда в жизни не назвал меня по имени. Он всегда обращался к Вячеславу Алексеевичу. А я к нему Сан Саныч. Санечка. Иногда хомяком обзывал. В память об актере на одной из стен театра вместе с Ершовой и Симоновым теперь и Александр Амелин. Актеру друзья дарят цветы и аплодисменты. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.